Мы живем в правом государстве Российской Федерации, которая нам разрешает молиться, строить мечети, изучать Коран и изучать религию и ислам. В Коране что написано? Если тебе разрешают молиться, строить мечети, ты обязан защищать эту государство и выполнить приказ президента. Это в Коране написано, не я написал, никто там. Есть такие, много хадисов, мы сегодня защищаем свою Родину, и защищая Родину, мы выполняем обязательную нашу задачу. На своей земле чужой президент позволяет строить мечети, смех. Это действительно очень интересное высказывание. Получается, если пришел враг, завоевал тебя, но при этом он не мешает тебе строить мечети и молиться, то в принципе все ок, нет никаких проблем. То, что он уничтожил 30% твоего населения, разрушил твои города, села, весь твой уклад пытается поменять, свои законы у тебя вел, это так себе вообще не проблема оказывается. Когда татары, монголы разбили аббасидский халифат, это оказывается было не проблемой. Можно было просто, главное с ними договориться, чтобы они позволяли молиться и строить мечети. Никаких вопросов оказывается к ним не было, освобождать свои территории не нужно было. Мне просто интересно, откуда он черпает эту мудрость, так легко апеллируя этими текстами. Неужели Салах, Межиев, Адам, Шахидов, неужели у вас вы настолько присмыкаетесь, вы настолько боитесь, что вы не можете сказать, ты говори, пожалуйста, вот так вот, если ты так скажешь, мы не можем, нам нечем как бы крыть, твои слова оправдать нам будет нечем. Неужели вы даже это сказать ему не можете? Неужели любой бред, который он несет, вам нужно его как-то обосновывать с религиозной точки зрения? Но попробуйте вот это обосновать тогда. Где этот аят, где эта сура в Уране, о которой говорит Кадыр?